Приведу один пример. В 1982 году, если не ошибаюсь, в город Бейрут, находящийся в Ливане, зашла сионистская организация вместе с армией. Называется Zionist Organization, иудейские сиониты. Пока эта война не достигла точки, у населения Бейрута есть один исторический мемориал. Есть историческое воспоминание. В истории пишут. И я могу показать фотографию этого человека. На улицах Бейрута был один человек. Старо одетый. Глухой, немой. Ходил и попрошайничал. Был глухой, немой человек. Этот человек был очень скромный. Но попрошайничал у людей. Если дадите два хлеба, не берет. Отказывается. Два не возьмет. Один дадите, возьмет. Если дадите ему денег, не возьмет. Если дадите кушать, возьмет. Если люди предложат свой дом для ночлега, не ночует. У людей в домах не ночует. Земля его постель. Небо его одеяло. Постоянно раскинув ноги, лежит в сторонке. Ходит с улыбкой. Но очень вонючий. Потому что одежда старая пахнет. Поэтому люди к нему не подходят. Но он избалованный. В городе Бейрут избалованный, оказывается. Бывают же такие во всех деревнях и городах. Он такой же человек. Он примерно лет 5-10 так ходил. Избалованный людьми в городе Бейрута. Потом началась война. Как началась война? В 76-м году, по-моему, началась. После того, как началась война, везде идет бунт. В том 1982 году в Бейрут зашла сионистская организация. Когда зашли, простой народ не знал даже имени того человека. Пожалев его, говорят, ты отсюда уходи. Лежишь на улице. Если солдаты придут, тебя застрелят первым. Зайди домой. Но ему говорят, а он не заходит. Когда говорят, он этого не принимает. И дальше лежит на асфальте, оказывается, распутав ноги. Люди наблюдают события. Все смотрят с балкона, с дырочек, со своего окна. Солдаты заезжают. Впереди на большой машине четверо главных. Капитаны или кто там, командиры или полковник, кто-то какие-то приехали. Приехали и, слезав, приблизились к нему, к тому попрошайке. Вот-вот застрелят сейчас. На вопросы не ответят. Но этот немой человек лежит в таком ощущении, как будто слушает произведение Бетховена. У Бетховена есть произведение «Так судьба стучится в дверь». Ну так и пишут. Будто лежит и слушает симфонию Бетховена. Так судьба стучится в дверь. Лежа наблюдает события, говорит. Те четыре полковника подходят к нему, слезая с машины и прямо подходя к этому немому человеку, отдавая честь на евритском языке. «Такой-то, такой-то, господин генерал, благодаря вашей преданности мы прибыли в Гайрут». Тот попрошайка тоже с места встал и смело на своем евритском языке говорит. «Но вы чуть опоздали». «Мы должны узнать врагов приятелей. Мы должны знать врагов приятелей. Не зная врагов, говорят о покрытости, говорят о хиджабе. Кричат «Газ, свет, да?» «Мы должны знать врагов приятелей». Друг служит Родине. Друг служит Родине. С пустыми разговорами не шпионичает внутри Родины. Те говорящие «Салихан Имам такое», «Умар Хан Имам такое». Эти не те люди, которые думают о Родине. Или шпионы, или дебилы, которые служат шпионам. Дебилы. Это реальный случай. Поищите. Попрошайка в Бейруте. Не на русском, а на арабском поищите. Поищите, выйдет. Сейчас покажу вам фотку. Есть и фотографии этого человека. Покажу приятелям на фейсбуке. Тот человек существует. То есть враги сильно работают, приятели. Те, которые ходят, поставив себе мусульманские имена, не все они друзья. Вот этот человек. С фейсбука, видите? Этот человек. Шпионил, полностью изучил Бейрут. Передал информацию. Потом зашли в Бейрут. Пусть Аллах объединяет нас на правильном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова